мы все здесь собрались благодаря алексею поэтому я бы хотел чтобы ты для начала вообще ребятам сказал что будет что нам ждать какие перспективы у вот этого турнира и что ты вообще хотел бы видеть от судей а дальше уже мы в нашем судейском кругу будем тут сплетничать и шушок от часа на полтора ну ладно постараюсь кратко очень всех рад видеть я надеюсь что аудитория будет увеличиваться что будем нового видеть новых лиц и по сути мы здесь сейчас открыли эту школу именно здесь и мне кажется в этом есть некая такая связующая звено через годы потому что именно здесь когда-то прошел первый семинар в россии по баскетболу три на три для судьи именно вот здесь и мне кажется это здорово некая спираль такая временная сейчас значит нас как-то замкну значит наш турнир это регулярный кубок роснефти 3 на 3 в этом году будет стать 4 мини кубков одного супер кубка не знаю что мы в нем разыграем да но конкретно вот поэтому мероприятию безусловно я там наверное являюсь таким каким-то передачным звеном огромного количества мнений разночтений то есть там слухов и чего-то еще по три на три и там в лице себя лично как представителя роснефти и как одного из организаторов юбей очень хочется чтобы вот это вот ниша которая по мне кажется что к сожалению она пустует а я же говорю про серьезный уровень судейства три на три который ну должна наверное себе позволить такая страна и такой город как москва мы отобрались на олимпиаду про того как мы туда попали я не хочу комментировать да то есть меня к этому отношения резко негативная да то есть это когда что ты получаешь но это вред вот у меня мнение такое но тем не менее у нас и мужская и женская команда выступает у нас есть большое количество команд которые ну если не за мировой топ то за середку мирового уровня точно должна бороться то есть это челленджеры и на данный момент наверное группа мастерса может быть и даже первые раунды мастерса как я себе это оцениваю и безусловно мы хотим здесь чтобы у нас была постоянная максимально сильная конкуренция с нашими топами кто живет в москве кто здесь проездом кто хочет развиваться чтобы мы давали площадку для молодых игроков в том числе арбитров и по сути это то к чему наверное пришли эволюционно мы хотели бы создать определенный пул арбитров которые вы имели стабильную высокую практику здесь ну то есть понятное дело что мы и игроки и сути будут тянуться вверх да если они будут хотеть это сейчас как мне кажется есть некое пренебрежение к баскетболу три на три у арбитров и наверное тому виной отчасти и ну практически отсутствие каких-то вот таких продуктивных семинаров то есть самих семинаров много но я когда сталкиваюсь с арбитрами которые вроде бы прошли эти семинары и появляясь на разных соревнованиях я понимаю что совершенно разные трактовки одних и тех же правил и я играю сколько себя помню я проезжаю на другие соревнования я смотрю видео и я вижу что один и тот же даже судья может судить абсолютно по-разному и это совершенно отличается еще от тех критериев которые продвигает фиба и понятное дело что у нас очень часто вот не знаю там классику вспоминаешь да научитесь плавать запустим воду вот как будто мы в такой вот ситуации находимся и очень бы хотелось чтобы мы изменили эту ситуацию и в том числе может быть с помощью там кубков роснефти и наши школы судей любили три на три у нас здесь будет на протяжении всех четырех туров финала проходить семинары и надеюсь что и ты и женя да и я думаю что обязательно получать обратную связь вот те кто приходит сюда что было бы интересно я надеюсь что и я и антон старые менеджеры на новом и максим зимарин тренер и я приглашал на этот турнир и вова гагабяна не знаю смогут они приехать сюда или нет возможно мы будем пытаться позвать сюда также игроков тренеров других команд чтобы у нас была вот эта вот связь чтобы мы активно высказывали игроки да для кого все это все-таки делается что не так вот и наверное финализируя что мне бы очень хотелось о том чтобы у нас изменилась культура взаимоотношений между судьями и игроками и если в баскетболе 5 на 5 она все-таки как бы транслирована таким большим братом да вот уже таким устоявшимся видом спорта то сейчас баскетбол 3 на 3 он наследует в себе вот эти вот уличные какие-то взаимоотношения стритбола я сам рос именно в такой среде я помню вот эту грубость жесткость какие-то то есть оскорбления что-то такое и какой-то момент там возраста своего да мне тоже казалось может быть круто да но сейчас я честно абсолютно другом смотрю на вещи и я думаю что безусловно связь должна быть двусторонняя если мы просим от арбитра суде нормально то это значит что и ты игрок и тренер обязаны вести себя нормально и мы должны как мне кажется не допускать какой-то грубости какого-то неуважения каких-то насмешек в отношении арбитров игрокам по отношению к арбитру и ну постараемся транслировать эту идею к тем клубам к тем командам которые будут приходить сюда тем кого к сожалению с этим проблемы и надеюсь что эта активность у нас сейчас все конечно там наполнены всеми известиями про вторую волну надеюсь что у нас это минует хотя честно говоря только сегодня мне рассказали совершенно обратное но что мы сможем параллельно вести соревнования юбей 3 на 3 то есть это будет любить тренинг геймс которые начинались в прошлом феврале и начале весны и да когда мы еще не ушли на карантин что мы возобновим это и в принципе также опять же мы не скрываем что были мысли провести свой сутрит и может быть даже свой челленджер с путевками и мы даже связывались фиба уже оценивали это с финансовой точки зрения то есть ну как бы основная мотивация безусловно путевки премиальные но путевки естественно сейчас это основное я думаю что у нас есть все для того чтобы мы смогли вырасти и чем больше вот арбитров мы привьем сюда приведем те кто так сказать ветераны цеха те кто молодые еще там не определились и безусловно мы постараемся создать все условия для регулярной практики и чтобы этот пул арбитров он был пластичен да то есть чтобы как бы как говорят мяч не врет дальше вот и свисток не врал тоже да и чтобы этот в этот пул могли заходить арбитры чтобы у них была достойная зарплата да то есть это деньги да вот что мы понимаем что человек взвешивает и горит да я могу заниматься баскетболом три на три и я как минимум там зарплату какого-то минимального уровня относительно бискетбола пять на пять там любительских игр я бы мог получать я надеюсь что мы сможем это сделать ну и собственно говоря у меня все вот насколько мог кратко рассказал можно я на правах интервьюера тебе задам несколько вопросов потому что здесь ребята собрались я думаю интересно будет услышать первое твое мнение как ты сказал я обладаю многими слухами сразу же разными людьми общаюсь у тебя всегда мнение такое достаточно бескомпромиссное вот мне хотелось бы послушать твой ответ как игрока как руководителя команды роснефть как человека который общается с другими командами с другими игроками уровень судейства баскетбола в россии три на три соответствует уровню команд или не соответствует ты сказал что у нас команды есть среднячки мирового рейтинга которые должны там хорошо выступать на челленджерах кто-то попадает на мастерс что подумаешь по поводу уровня судейства в россии уровня кого средний уровень 100 процентов команды выше здесь 200 процентов надо понимать что на данный момент ни один серьезный профессионал баскетбол 3 на 3 на постоянку не зашел я сейчас говорю про углерами тв да мы можем говорить про сашу павлова но все-таки пришел из суперлиги он безусловно сильный игрок и был в тв но мы сейчас говорим именно про такой а я думаю что команды с реально профессиональным подходом у нас по пальцам одной руки и арбитров которые способны обслуживать игры мирового уровня тоже по пальцам одной руки вот безусловно понимаю все аспекты и это всегда упрется в практику вот и на мой взгляд ну да ситуация на данный такая что средний уровень выше а сочетание топовых команд и топовых арбитров потому кто способен это делать наверное плюс-минус то на то и выйдет смотри ты сказал про профессиональные команды да они в топе те кто занимается этим профессионально правильно и арбитры в принципе кто относится к этому профессионально наверно тоже в топе да безусловно хорошо ну и почему почему на твой взгляд уровень команд средняков российских опережает уровень судейства в чем проблема судейства сейчас эти же вопросы ребятам задам загружу начинаете дать что команда насколько я это вижу по примеру лиги 33 ночной лиги таких регулярных да то есть самых старых наших соревнований и в принципе того что я видел и в том числе на чемпионате россии последним турах лиги европы безусловно я думаю что игроки быстрее приспосабливаются ко всему то есть арбитр всегда он всегда где-то позади на 1 на 2 на 3 шага и я сейчас говорю про хитрости хитрости а я говорю про какой-то уровень вот этого я не могу сказать что это не серьезное отношение к игре но наверное вот опять же ностальгия здесь сидим обсуждаем тур какой-то лиги 33 где в камеру я сам попросил тебя разобрать игру где максим клыков к примеру все знают отлично он стоит просто своей команде подсказывает куда что делать вот естественно ему должны дать предупреждение за коучинг ну и далее должны давать их нари тогда это правило уже существовало значит и он прямо в камеру говорит что то я вас умоляю а игру судит антон сразу и прямо здесь сидит леонид юрьевич чудин и говорит ты чего ты чуть-чуть что же происходит такое и вот я понимаю что может быть какое-то вот такое понебратство которое у нас существует где безусловно вот и игроки и судьи должны выстраивать друг другом отношения это должны быть доверительные взаимоуважительные отношения но это не должно останавливать судью от свистков против провокации против грязи которым наполнена наша игра это просто это просто караул я сейчас не говорю мы пока стояли сейчас вот на крыльце 3d я рассказывал про две руки про то что оказывается вот так нельзя теперь а я только что был вот в субботу и таких свистков я не видел и вот мы с яшей обсуждали тоже то есть пока телефон звонок мне не брал что был какой-то момент мы обсуждаем его и с того момента где мы сидели все различным был было видно что фол а ни один из арбитров не видел потому что оказывается неправильно выбрал позицию и я никто что судья неправильно выбрал позицию я думаю что нет свисток в какой-то момент и вот эта линия что я судья я освещу они свищу и вот какая-то может быть были над не здорово какая-то безнаказанность вот за не свисток или за свисток она присутствует что мы это не копание в грязном белье просто мы не разбираем эти моменты нормально поднять руку сказать я ошибся это это абсолютно нормально и вот наверное этой культуры у нас вот у арбитров просто не присутствует хотя эта культура разбора ошибок внутри команды сто процентов присутствует вот может быть она есть это культура разбора ошибок но к сожалению ну вот я либо не в курсе либо просто не видел до либо результат не видел но еще раз говорю мы здесь для того чтобы это разобрать еще один вопрос как ты объяснишь что один и тот же арбитр как ты говоришь сует от турнира к турниру совершенно по-разному на одном турнире он свистит две руки на другом турнире не свистит две руки на одном турнире фиксирует 3 секунды на другом не фиксирует на одном на раздает технически на другом это ладно это мой друг не буду ну сто процентов потому что эту проблему обозначил как проблема да и так понимаю конечно конечно разность критериев и когда ты в одном того же арбитра встречаешь это это конечно не караул концентрация безусловно безусловная наверное ответственность и понимание что за тобой кто-то смотрит у тебя как бы что называется но не то чтобы поставить на место на тебе укажет на ошибку и я не до конца знаю существует и может существовать некий механизм не депримирования чего-то такого вот это такая составляющая потом очень важно важны как мне кажется личные взаимоотношения потому что один и тот же судья но все это разные команды да и что личные отношения это тоже может выходить на это ну и плюс давайте так включим это все люди могут ошибаться настроение но если усреднить то безусловно эта концентрация эта серьезность и это наличие обратной связи вопрос профессионального отношения бронда безусловно наверное какая-то ну не будем ничего скрывать наверное еще наличие то ли иной денежной мотивации если я сужу за к примеру 5000 рублей или за 50000 я точно хочу чтобы меня звали за 50000 рублей и да я буду по-другому относиться потому что я не хочу выпасть из того места к прийти ну я условно говорю да но вот это вот какая-то ротация но может быть и некий снобизм еще происходит если судья понимает что он условно самый сильный здесь то он будет вести себя чуть по-другому ну я точно могу сказать что если допустим ты будешь в зале ты будешь обслуживать игры и в этот момент будет присутствовать марк да да ты будешь знать что он смотрит и ты у тебя внутри стержень будет такой ну то есть это будет какая-то дополнительная концентрация наверное вот это тоже безусловно сказывается как мне кажется ну это это рулит и баскетболистами тоже это все рулите ну и последнее пожалуй если ты меня ткнул мароком сразу тебе задам вопрос вот ты сказал что наши арбитры на два на шаг два всегда позади игроков игроки придумывают какую-то хитрость мы всегда опаздываем это относится только к российским судим или вот ты смотришь игры masters например там такая же проблема существует или там судьи быстрее реагируют я так скажу что я видел на мастерстве ужаснейшие судей просто уже слышишь я это мое убеждение я уверен что команда новый сад большие молодцы но сделано на сто процентов судьями но это такого не было то есть это создание легенд это искусственное судейство и конкретно в отношении самого нового сада я видел судейские ошибки и хочется верить что это ошибки но смотрят что эта дистанция это не случайность я думаю что это есть в мире но здесь именно как местная федерация местные какие-то может быть вот какие то то есть приведу пример я этого не знаю но вот это моей голове новый сад создает академию 3-на-3 безусловно марклс дэр тэн мастер сайт будет кто бы него другие команды их непримиримые оппонент лима они все понимают что им категорически нужно тянуть молодежь судейство и регулярность этих соревнований условный майкл джордан вырос супер супер мега защитника и супер мега нападающего потому что он всегда себе в кэмпы звал лучших защитников именно тех против кого ему было сложнее всего нападать и кого сложнее всего было опекать и вот я думаю что в европе большее количество сложных турниров большее количество сложных игр и да там безусловно у них есть большее подспорье для того чтобы наверстывать это но игроки наверное всегда будут впереди и наверное так это как бы наверное но еще оговорюсь что вид спорта слишком много слишком молодой и здесь 10 лет а 10 лет ну я 4 дня назад уже нет ну давай давайте представим что от того что сейчас на полном серьезе фиба либо вводит либо не вводит две руки этот вид спорта становится еще более то есть совершенно и конечно же антон пришел мы недавно с ним совсем обсуждали что я уверен что мы все очень ждем посмотреть как на мастер сейчас отсюда эти критерии потому что если их реально отсюда ну то что происходит у нас в стране это не баскетбол 3 на 3 у нас скажу так два года назад до два года назад я не был на первом туре playground 3 на 3 но был на лиге я приехал с опозданием ну к сожалению мы не смогли общем приехать я приехал аккуратно финал где играла и на новом а и гагарин и вот мы сидим с лёхой зоро я честное слово то есть я этот чемпион латвии я играл в лизане ну то есть я играл в химках через мозгового сверху но я не особо хочу в это играть потому что это но это вообще-то не про что ну то есть как бы я прямо почему они не судят а я и и с другой стороны и прямо почему они просто с кулака не начинают друг другу вот и но с того момент я очень надеюсь что даже сейчас собрав именно те же составы гагарина и на новом и поставив на тех судей это уже просто невозможно но они просто сядутся на 10 фолов ну по человеку точно будет удалено значит все реплики все и пойдет какая-то игра которую мы приятно смотреть потому что скажем так играли крутые команды смотреть на это было неприятно при этом играю на трейку я из бескал последний вопрос оказывается еще один ты мне сейчас подкинул ты мне сказал вот про ту игру которую смотреть было неприятно сидел с тобой зорин который сказал я в это играть не хочу тебе удалось посмотреть финал чемпионата россии который был в лужниках сам финал нет не сам финал с игры которые были я часть игры я не смотрел я как бы я знал результаты я не посмотрел давай так видел видел игры до видела вот там вот критерии были в принципе судьями заданы такие как будут как проповедует сейчас фиба как тебе такая игра не кажется что она через еще могу сказать что судьи придерживались одинаково одинаковых критериев это большая проблема я не говорю о том что скажем так мы не будем обсуждать свисток они до этого можем почему нет ну давай почему можем обсудить что-то что-то обсудите вы вот я хочу сказать лишь потом посмотришь как мы обсудим конечно хайлайты нарезки вот я хочу сказать так что вот я уже произносил это вот мяч не врет и я хочу сказать что еще и сердце баскетбольное не врет когда я слышу шутки на протяжении длительного времени с ребятами с которыми я сталкиваюсь в три на три и если я на человеке сфалил мы оба понимаем и мне не дали фолк и мне говорят а ты чё из гагарина или же наоборот да то есть на мне дали фолк а он такой чё по фола не было ты чё ли в гагарин перешел а я думаю что если так начинает думать большое количество игроков очень большое количество игроков судьи должны к этому прислушаться если они это слышат если они хотят слышать вот и это не потому что гагарин стал чемпионом да вот как мне показалось что в некоторых ключевых моментов было некоторое количество подстраховочных свистков и мне это сильно не нравится мне это очень сильно это не нравится не только мне но я могу сказать вот я кто из вас меня давно знает я за слов в карман не лезу я говорю что думаю и там готов это сказать что вот этот момент мне кажется что нездоровский вот и наряду с тем что еще и произошло с допинг тестами после этого вообще хватит в транс вот ну ладно допинг это отдельная тема так вот я думаю что не было придерживание вот этих вот критериев но чистка игры так называемая чистка игры я за нее я за то чтобы то о чем говорил как раз вот наш иностранный друг который приезжал сюда и рф большое спасибо что на нем пригласили и это был большой и может быть пока что единственный шаг крутой шаг в теме судейства три на три что давать игрокам показывать свои скиллы вот я за это это за это приятно смотреть и я там сам не обладает всем такими скиллами да то есть мне даже ввиду возраст и еще чего то то есть уже там дайте будешь поместиться но я именно за то чтобы вот это чистка игры так называемых проходила дальше но очень это все очень на тоненько я тебя верну к своему вопросу финал чемпионата россии был отсужен все-таки гораздо больше контактов было зафиксировано как фаллы да тебе не показалось это не интересным с точки зрения 3 на 3 нет мне и если вопрос ставить именно так нет мне не показалось и я думаю что безусловно судьи дали понять что они теперь будет судить так шаг за игроками некоторые команды подстраиваются опытные прям в ходе самой игры и они смотрят такой вот давыдов раньше не свистел а сейчас он свистит а вот смотри о лёг привет ты мою игру сушь окей я можешь попробую так сделать а ты свистишь это не буду так делать больше вот есть игроки и команды и тренеры которые вообще не паритет вы всегда будут играть одинаково но это если они добиваются результатом я скажу так вот про эволюцию что если команда начинает пользоваться слабостью арбитра и другие арбитры это это я тоже наблюдал если команда начинает пользоваться слабостью арбитра да и другие арбитры да это видят и не вмешиваются и никоим образом вот не происходит ничего не на коротком промежутке времени окей ну ты же не остановишь игру хотя в тот момент когда овертайм овертайм таймаут что то это ты можешь сказать слушать посмотри там происходит на должен не на шагу да какой-то старший до старший судья более опытный должен подойти что ты это вы команда и вы должны помогать друг другу вы в одной лодке то есть мы вообще все в одном большом ковчеге а вы вот на одном борту мы там на другом там функционеры на третьем тут нам надо дождаться когда суши появится вы хотите что-нибудь спросить алексея видите какой открытый разговор у нас одно мое интервью получил даже был быть судейский секретарь сегодня я думаю что это очень полезно ты мне сам сказал что мы должны вот еще сохранить эту как это атмосферу улицы когда мы общаемся делимся впечатлениями ты мне сам сказал что очень важно чтобы игроки тоже говорили что их заботит вот поэтому на и думаю что вот такой разговор очень полезен для судей потому что он не так часто у нас может состоять у вас есть что-нибудь к алексею ли мы отправим его раздевать его одеваться и готовится алексей как ты думаешь вот на протяжении последнего последнего времени как ты думаешь игроки не сконцентрированы ли становятся больше на судействе чем на своей игре на в принципе весь вопрос а уделяет большему вниманию не как их суде сконцентрированы здесь не показывают свою лучшую игру больше внимания период вообще на судист я думаю что ну тут как зависит от уровня игрока и насколько он понимает какой уровень судей а на кого это давление за имеет пользу а на кого вред если игрок опытный то скорее всего он будет самых первых секунд уже каким-то образом пытаться как-то воздействовать безусловно когда игроки говорят что мы проиграли за судейство либо вот ты меня там душишь постоянно потому что вот помнишь у нас тогда там много лет назад вот у меня был случай на лиге ночной лиги вот был один суд но не буду называть его вот он говорит ты специально вот и против меня я ему подожди почему вот серьезно объясни мне ну какое мне до тебя дело ты просто берешь удаляешь моих игроков там у нас все время перебор фоллов я говорю ну как вот я вот говорю что там ты неправильно ну то есть вот и от это неправильно и в итоге я благодарен кстати организатором в тот момент больше мою команду он не судил всю ночную лигу и и мы кстати выиграли регулярно вот но я не то есть я не думаю что это какая-то концентрация и если игрок все время падает туда что вот и меня это ну надо лечить причем как-то может быть я за коммуникацию что поговорить с ним сушим заканчивай как бы если нет давай конструктивно вот видео давай разберем где я тебя вот посмотри а я вот у тебя пропустил слушай а как-то ну и вот в каком-то диалоге это надо решать вопрос если игрок все время туда падает наверное это слабость какая-то желание оправдаться желание оправдать свои по сути слабости минус ну я так оценивать но при этом сам иногда могу быть конечно но делаем не замечал иногда это сейчас просим опускаем готовится да всем большое спасибо всем спасибо за внимание что меня потерпели я пошел передеться и надеюсь что у нас практика сейчас поэт получится всегда выгодит но я сказал что алексей всегда такой бескомпромиссное у него мнение да у нас еще есть антон который всегда более более дипломатичен своих ответах антон можно тебя сюда если это будет отличная традиционно сломаешь систему давай вперед мы обсуждали вот что мы здесь собрались не просто так мне интересно как ты видишь зачем вообще здесь судьи зачем этот турнир с точки зрения судейства и какие вообще проблемы мы можем решить вот здесь вот собравшись ну я и если они вообще может быть все здорово и на но мы чемпионы никаких проблем у нас россии нет судейства кстати это хороший вопрос александр задум хороший по крайней мере он заставляет зачем на чем-то задуматься и вообще над позиции того как студии смотрят на игроков безусловно порождает сразу несколько мыслей я может потом чуть попозже вернуть к нему но вопрос на самом деле очень хороший и но стоит его получить поподробнее наверно обсудить но чуть попозже по поводу основного вопроса но наверное я сейчас как сказать вот о том что сказал что о дипломатии наверное сейчас я буду ну чуть более категоричен и более резок потому что вы стоят дипломатия сегодня будет с кулаками я не против ни в коем случае но просто я ходил на первый тур москва сити квеста чемпионат россии второй тур москва сити квеста и естественно моя обязанность смотреть за многими аспектами и за судейством в том числе и безусловно огромная пропасть между судейством которая была на чемпиате россии и москва сити квест москва сити квест судейство не выдерживает ну еще не потому что я категорически против какой-то там группы судей к сожалению для меня вот это сообщество судей которая судила ночную лигу которая судит сейчас москва сити квест я очень многого не понимаю в их работе категорически не понимаю и это систематическое отсутствие каких-то вещей которые судействе 3 на 3 развиваются и видна огромная разница между полом судей с лицензии фиба 3 на 3 и тем кто сейчас ее не имеет я не вижу банально какое-то какое-то желание изменить позицию люди системы суде систематически говорят что я не вижу не вижу момента не видел момента но при этом они стоят на месте они не двигаются еще то есть не мне судить как им работать но я вижу большую разницу между тем как работают судей из пола судей лицензии фиба 3 на 3 и и судей которые внутри на 3 сейчас может быть что-то не основное как-то у них друг свое какое-то отношение к этому это глобальный вопрос и он еще более глобальный чем даже судейское отношение к нему я понимаю что эта мысль вырастает сложно что баскетбол 3 на 3 это уже в некоторой своей части не просто игра это вид спорта и отношение к этому действу как к игре и как профессиональному виду спорта это абсолютно две разные концепции две разные философии я понимаю что трудно принять что команды вырастают с гораздо более профессиональным подходом и они смотрят и вправе ну где-то требовать каких-то определенных вещей и от судейского корпуса в том числе потому что на примере моей команды я еще раз вам подчеркиваю мы стараемся выращивать растите развивать все наши процессы профессионально насколько это возможно в рамках того что это вид спорта новый и очень много всего нового вообще в принципе разных процессов разных частей составляющих и я понимаю что принять это это очень долго выращиваемая и понимаемая мысль не потому что люди глупы и ни в коем числе ни в коем случае а в том что но это действительно постоянно становится профессиональным видом спорта и команды становится с профессиональным подходом и хотят они видеть качественное судейства и хотя ты не видеть Профессиональное судейство Они хотят видеть судей-профессионалов И когда предлагается команде Которая старается подходить К этому виду, к этой игре Именно с профессиональной точки зрения Прийти поиграть в соревнования В котором судьи стоят на месте Не двигаются и судят просто Что они видят с одной точки Естественно ничего кроме Ну недоумения вызывать у нас не может Я был категорически против Вступления команды на этой ночной лиге Которая была в этом году Я приехал лично посмотреть Что будет на судействе на Moscow City Quest В этом году Еще раз повторюсь, вопрос глобальный Пространство, которое сделано под мостом Фестиваль, это замечательная атмосфера Стритбаскет, огромные, большие молодцы Создано большое количество Точек, активации Это очень здорово в смысле популяризации И развития баскетбола И баскетбола 3х3 в частности Это очень круто Но игра, выйти просто Поиграть с друзьями С какими-то судьями Для чего-то там И соревноваться В профессиональном виде спорта Это две абсолютно разные вещи Это два абсолютно разных процесса И команды, которые подходят Подходят к баскетболу 3х3 в профессиональном вида спорта Они будут требовать Хотят это какие-то судьи признавать Или нет Они будут требовать Они будут хотеть Того, чтобы Это соревнование В котором они участвуют Работали Судьи С профессиональным подходом И я вижу На первом туре На втором туре Просто говорю Еще раз Не потому что они Там Плохие судьи Нет Просто это слабые Судьи 3х3 На данный момент Потому что Это систематическое Отсутствие Фиксации Каких-то нарушений Они смотрят не туда Я позволяю себе это говорить Потому что Я конкретно смотрю на них И на самом деле Я говорю Не только про судей Есть совершенно Замечательный момент Я хотел бы отметить Особенно И заострить на этом момент Игрок Роснефти Александр Ращевка Я убежден Что твои видео Смотри он И поскольку он находится В системе Роснефтеохрана Алексея Лесных Он разговаривал с ним И естественно Это тоже выращивается И когда человек Уже На этапах Москва Сити Квеста Когда наверняка Он понимает Что он может защищаться Двумя руками И никто это ему не свистнет Он берет И постоянно Убирает одну руку Он защищается Либо с правой рукой Либо с левой То есть Прилучает игрок себя Играть По тем правилам Критериям Которые вводятся сейчас И естественно Я смотрю Первый Тур Москва Сити Квеста Потом смотрю Чемпионат России И мы видим Как команды Сразу получают Сходу за 2 минуты 5-6 фолов И как-то моментально Сразу игра чистится И никто никому Не рассказывает Какие там Плохие Какое-то давление На судей На суде И другое И другое Ошибки всегда будут Это абсолютно нормально Абсолютно нормально И никто не говорит Что судей Судьи Из пула С лицензией ФИБО 3 на 3 Они безгрешны Все допускают ошибки Человеческий фактор И это абсолютно нормально И объяснимо Я прекрасно понимаю Что это Огромное количество давления Что это большое количество игр Что Следить нужно Огромное количество вещей Я прекрасно понимаю И судей всего 2 И бывает действительно Не увидеть Но когда я вижу Что одни судьи Просто стоят на месте И не двигаются И они не стараются Смотреть это Они не стараются Смотреть то Какие там Две руки на корпусе На этих соревнованиях Какие Это Еще раз повторюсь И когда Я не знаю Кто это придумал На когда Финал Второго тура Москва-сити-квест Проходит между командами И об этом Судьи не могут Не знать Между которыми Абсолютно ядовитая Атмосфера В игре И это знают все Судьи не могут Этого не знать Я понимаю Что можно там Объяснять Это Выбор Чтобы там Судьи набрались Обыта Или еще что-то Но когда На этот финал Не выходит Даже Единственный судья Который есть В этот момент С лицензией ФИБа 3 на 3 И выходит Судьи Которые Этого не знают Определенных вещей Игроки Этим моментально Пользуются То что Сказал Алексей Сейчас до меня Моментально В финале Играли команды Которые Очень хорошо Это чувствуют Которые Замечательно Умеют этим пользоваться И будут Будут всегда Тоже для себя На него ответили Первое Саша Да Вот тебе вопрос Саша Скажи мне Я вот сейчас У Антона Услышал Что главная проблема Нашего судейства России В том Что судьи Одни Двигаются И видят фолы А другие Не двигаются И не видят фолы Правильно Об этом Антон Говорил Ну Большая часть Макс О чем О чем Говорил Сейчас Антон Отношения Об отношении К работе Об отношении И о Как это сказать Не То есть Не до конца Разбиравшись В самой дисциплине Которую Он судит То есть Не столько Он говорил о том Что кто-то двигается А кто-то не двигается А кто-то не знает Как двигаться Кто-то не знает Как двигаться Так Макс Он говорил о том Что есть Судьи Которые Не уделяют Должное внимание Своей подготовке В целую разную причину Как Одна из проблем Отсутствие Должной подготовки Это Отсутствие движения Виталик Вопрос тебе У нас Сильные Судьи В России Твое мнение Не то Что сейчас Говорил Антон Не то Что сейчас Говорил Алексей Мне твое мнение Интересно Хорошие судьи В России В баскетболе Три на три Никсей Как ты знаешь Я достаточно Много турниров Смотрю Иногда Мы с тобой Делимся И турниры Разные Иногда Мы даже Общаемся У меня Все-таки Сложилось Впечатление Уже По прошествии Сколько там Три чемпионата России Прошло Таких Более-менее И в которых Я в частности Прилю Очень считал У нас Есть Две группы Одна Которую Подключают В частности После семинара Судьи Чемпионат России К примеру И они Учатся И узнают Новое Только на этом Туре Потому что Есть Недостаточное Количество Туров И Многие Судьи Молодые Есть Группа Которая Значительно Более И профессионально И детально Разбирает То есть Начинается С системной Работой Группа Которой К примеру Там Как я Перед каждым Туром Открываю Правила Интерпретации Независимо От того Что я Может быть Даже Где-то Хорошо Знаю Вот Открываю Смотрю Команды Смотрю Атмосферу Атмосферу В конкретной Игре И каких Играх Может быть Ну Нужно Будет Понимать Что между Ними Вот Как вы Выразились Ядовитая Такая Атмосфера Соответственно Стараюсь Освежить Какие-то Лекции По механике И она Немножко Разнится Как мы Знаем Принятие Решения В некоторых Зонах Ответственности С 5 на 5 Вот И Вот Все Вот эти Моменты Получаются То Что Выходит То Что Есть Группа Судей Вот Которая Разбирает Игры И готовится Будешь повторять Одним словом Как это Называется Они Более Профессионально Относятся Именно К дисциплине Вид спорта Баскетбол Дисциплина 3 на 3 Спасибо Яш Ты судил Москов Сити Квест Да Дважды Расскажи мне Вот То что Сейчас Сказал Антон Что На Москов Сити Квест Очень сильно Отличаются Критерии От тех Которые Были На финале Чемпионата России Правильно Я тебя понял В общем Если мы В общем Есть Какие-то Эпизоды Судьи Работают Хорошо Какие-то Игры Чуть Лучше Но я Говорю В целом Это Отсутствие Именно Это Носит Систематический Характер Вот В чем Проблема Есть Хорошие Свистки Есть Откровенно Слабые И так Далее Это Всегда Так Бывает Тут Нет Такого Что Вся Игра И Вот Все Плохо Нет Имеется Ввиду Конкретное Отсутствие Систематических Свистков Пониманий Того Что Вот В этот Момент Нужно Находиться Здесь В этот Момент Нужно Смотреть Сюда Это Нужно Смотреть За Этим Гораздо Внимательнее Чем Сюда Вот Я Не Собираюсь И не Пытаюсь Учить Судей Делать Свою Работу Ни В коем Случае Но Я Наблюдаю За Этим Со Стороны Я Смотрю Специально На Них Я Приезжаю Для Этого Чтобы Не Смотреть Трансляцию Чтобы Смотреть За Тем Что И Как Делать Но Это Моя Он Понимает Он Чувствует Он Человек Умный Человек Образованный Человек У которого Есть Желание Чего-то Достигать И Что-то Людям Объяснять Которое За Ним Следует И Есть Другая Масса Игроков Для Которой Простите Одного Семинара Двух Семинаров Трех Семинаров Десяти Семинаров Не Хватит Для Того Чтобы Их Переучить Это Знаешь Всегда Проще Построить Что-то Новое Чем Исправлять Уже Построенное И В связи С этим На некоторых Турнирах На большинстве Турниров Которые Организовываются Есть Финал Чемпионата России Куда Приезжают Команды Мы говорим Про Хилитап Мы говорим Про К сожалению Отсутствующие Инаномы Мы говорим Про Гагарин Мы говорим Про Ниву Это Команды Где Люди Работают Команды Где люди Хотят Команды Где Видят Цель А На подобных Турнирах 80% Команд Это Те Команды Которые Хотят Чего-то Другого Как Говорил Антон Поиграть Где-то С кем-то Мы Сейчас Возьмем Например Третий Тур Сити Квеста На Который Отобралось 16 Команд Я считаю Что За исключением Двух Трех Команд Это Будет Просто Великолепный Турнир На котором Нужно Будет Работать Всем Для того Чтобы Турнир И соревнования Удал Так вот К сожалению На Тех Турах Которые Уже Прошли Некоторые Команды Приходили С абсолютно Другой Целью Они Не приходили Поиграть Они Иногда Кто-то Приходит Самоутвердиться Кто-то Приходит Выместить Своё Ну Какие-то Неудачи Какое-то Плохое Настроение Когда Играют Две Команды Которые Понимают Зачем Они Сюда Пришли То Тогда И люди Которые На этой Игре Работают И они Работают Абсолютно По-другому Я не Говорю Опять же Как Антон Скал Я не Говорю Про всех Есть Ситуации Которые Заслуживают Немного Другого Разбора С обеих Сторон Здесь С двух Сторон Идет Конфликт Конфликт Когда Не хочет Команда И ей Это не Нужно И когда И начинаешь Объяснять Что вот так Неправильно Вот так Неправильно Они Не хотят Этого Понимать И два Варианта Всегда два Ты это Сам Прекрасно Знаешь Когда Одна Команда Не хочет А другая Хочет И может То Все Начинает Выглядеть Так Как будто Команда Которая Не хочет И не может Как будто Ее убивают Но проблема В том Что они Просто Не хотят Вот можно Подойти Раз Объяснить Два Объяснить Начать С технического Потом Дальше Перейти К дисквалификации Потом Набрать Десятый Пятнадцатый Они Не хотят Они Не хотят И вот Вопрос Опять же К Кантону И к тебе Может быть Да Леш Вот Когда У нас Играет Две команды Которые Не хотят И им Это не нужно И у них Другие цели На этом турнире Вот как Вы считаете Насколько Арбитры Находясь В площадке Должны А Проводить Семинар Каждую минуту По каждому Решению И объяснять Потому что Люди Не хотят Понимать И им Это не Нужно И Б Как-то Антон правильно Сказал Что есть Определенная Нагрузка Много Игр Турнир Как минимум Одну Две Игры Ну То есть В среднем Полчаса Полчаса От отдыха Име Здесь Мы Сталкиваемся С такой Ситуацией Что Ввиду Каких-то Организационных Моментов Благо У нас Сити Квест В этот Раз Выделен Деньги Морском Спортом Насколько Я понимаю И С команд Взносы Не брались Хотя Турнир Серьезный Путевка На мастерство Стоит Вот Взносы Команды Они Максимально Минимизированы Когда Мы Приходим Работать И ты Сам На себе Прочувствовал Неоднократно Мы Приходим Работать За Определенную Сумму Определенное Количество Часов Я понимаю Что это Работа Не грузчиком Это работа Не Ты не Устаешь Настолько Физически Хотя Опять же После Четырех С половиной Пяти часов Ты чувствуешь Ся так Как будто Готов Упасть И закончить Закончить Сегодняшний День Проснуться Завтра И все Отсюда Встать И вот Насколько Команды В том числе Я знаю Что Например Петалик Новиков Готов Многие Из Присутствующих Здесь Готовы Работать На благо Виде спорта Который Который Мы все Любим Насколько Команды Готовы Прийти И в это В том числе Вложиться Потому что Как мы знаем Мотивация Эта штука Такая Достаточно Серьезная И Со временем Энтузиазм Заканчивается И встают Некоторые Другие Вопросы На первый план И вот Насколько Команды Тоже Готовы Включиться В этот Процесс Потому что У нас На чемпионате России 10 игр С перерывом По 30 минут Это одна Ставка И одни Условия На таких Турнирах Это другая Ставка Другие Условия Но требования Команд Зачастую Даже выше Потому что На чемпионате России Семинар Читать не надо Каждые 3 минуты А здесь Его надо Читать Вот и получается Если Да Я хочу Три тезиса Немножечко Можно я перед этим Задам вопрос Один Владу Влад Тебе вопрос Во сколько мы Начинаем игры Через 10 минут Да Антон извини Тогда Я считаю Что нужно Сформулировать Наверное Может быть Такой конфликт Который В общем-то Он На мой взгляд Он уже Вылез Его теоретически Можно оформить Как столкновение Любительского И профессионального Это ни в коем случае Никакое Ни личное Неперсонализированное Это к тому Наверное Что неизбежно Шло Что То Что до этого Было все время Любительским А сейчас Постепенно Вырастает Что-то Профессиональное Естественно Вызывает С разных точек Какое-то Непонимание Это первое Второе На самом деле Первое Что хотел сказать Можно просто Задать себе вопрос Почему Например Команды Гагарин Не принимают Участие В Москву Сити-Квест Почему Команды Наномы Не принимают Участие В Москву Сити-Квест Второе Можно попробовать Предложить Профессиональному Клубу Поиграть В любительской Лиге С их судьями И послушать Ответы И Четвертое Я хотел бы Резюмировать Вот то И о чем Сказал Алексей Перед мастерсом То как Мы работаем Мы Создаем Спарринги Приглашаем Судей Которые Активно Участвовали В семинарах И узнают И узнаем Прислушиваемся Стараемся понять Подстроиться Под новые правила Мы принимаем И доверяем Нашим судьям Которые в тренде Которые все это Дело отслеживают И мы доверяем им И Перестраиваем Свою подготовку Под эти рекомендации Под эти требования Мы работаем так И когда мы Опять же приходим И я вижу Что это не соблюдается Нам это играть неинтересно Потому что мы доверяем Нашим топовым судям И верим Что судейство На топовом уровне Немером Будет вот таким Поэтому с таким Нам это играть Скажем так Неинтересно Мягко говоря Именно поэтому В том числе Мы все так ждем Этих трех мастерцев В Венгрии Чтобы посмотреть Будут они соблюдаться Или нет И в частности Могу сказать Что еще раз Это не жалоба По поводу судей В том числе Мы не принимаем Участие в этом квесте Просто потому Что если Дай бог Мы вылетим Команды Вылетит в Дебритон Она просто не сможет Сыграть в финале Московых сити-квестов Все очень просто Поэтому Смысла Такого Глобального нет Поэтому Потому что Это прям Совсем в одни и те же даты Поэтому на мой взгляд Посмотреть Именно какое судейство Будет на этих Трех мастерсах И опять же Резюмировать Я хотел бы Вот этой Проблемой Вот этим конфликтом Это столкновение Любительского и профессионального Спасибо Мы тебя будем ждать После мастерса Чтобы ты с нами Поделился Мнением и опытом Ладно? Конечно Супер Все У меня к тебе больше Есть, тебе надо бежать Беги, есть, нет? Я теперь Теперь мое Небольшое обращение Две минуты Ребят Я зачем Вот зачем Было все Вот это интервью Чтобы мы с вами Поняли, что есть Действительно проблема С судейством в России В 3 на 3 Я думаю, что это Очевидно для всех Антон, на мой взгляд Очень грамотно Его ее сформулировал Это профессиональное Отношение Пула арбитров И совсем Непрофессиональное Отношение Других арбитров Раз Второе Это профессиональное Отношение Одних команд То, о чем говорил Яша И менее Профессиональное Отношение Других команд Которые выходят Как ты сказал Потолкаться И что делать В этой ситуации Арбитром На мой взгляд Арбитр Не должен Подстраиваться Под игру Мы там На всех семинарах Каждый раз Говорим, что Арбитр Это, не знаю Дирижер Который должен Управлять игрой И если мы будем Подстраиваться Под команды То вот в итоге Инанома скажет Я в этом турнире Участвовать не буду Роснеев скажет Я в этом турнире Участвовать не буду Гагарин скажет Мне здесь играть Неинтересно И мы тем самым Резко опускаем Уровень Хороших турниров Которые могли бы Стать еще лучше Если бы в них Участвовали топовые команды Поэтому на мой взгляд Все-таки Арбитры должны Быть достаточно стабильны И например Боря Логачев Или Алексей Лесных Или Виталий Кузнецов Любой игрок Не должен задумываться Так, с кем я сегодня играю Как меня сегодня Будет судить Виталик Или С кем я сегодня играю Как меня будет судить Яша Или кто сегодня На трибуне Как сказал Алексей Лесных Как меня будет судить Алексей Давыдов То есть вот такие вопросы У них возникать не должны У них должно быть Стабильное понимание У них должно быть понимание Что судить достаточно стабильно Да, бывают ошибки Об этом все Всегда знают Что кто бы Какие бы семинары Мы не проводили Как бы мы не учились Пусть сюда приедет Марик Пусть сюда приедет Маркос Михалидис Пусть сюда приедет Жасмина Юрос Пусть здесь будут выступать Евгений Островский каждый раз Все равно ошибки будут Антон, ты с этим согласен? Или ты думаешь Что есть кто-то Согласен Да, вот Все равно ошибки будут Но самое главное Это наше профессиональное отношение На мой взгляд Турнир, который мы сейчас Вот здесь будем с вами судить Дает нам Фантастическую возможность Перестроиться На новое судейство В три на три Потому что То Что мы могли Там демонстрировать На протяжении сезона На Лиге 33 На каких-то других турнирах Это Не подразумевало Вот возможность Нам Применять все новые критерии Здесь собраны команды Которые заранее знают Они здесь собрались Чтобы играть по новым критериям Поэтому Какая у нас с вами сейчас будет задача Мы сейчас все в шестером Передеваемся Чтобы не было такого Как сказал Яша Когда арбитр Выползает с площадки Да, выносите его Мы будем меняться Каждый раз Там кто-то будет отдыхать Наша задача такая Мы проводим игры Работаем по новым критериям Я надеюсь, что Чистый четверг Вы смотрели Я надеюсь, что вы смотрели Видеоконференции Учебно-методической комиссии РФБ И знаете О новых рекомендациях Да, помните эти 11 критериев Это вот две руки на игроке В лоу-посте Это автоматический фол Не важно Есть преимущество Нет преимущества Две игры руки При пикинроле Это фол Неправильная постановка заслона Фол Три секунды Если игрок берет подбор В ограниченной зоне Отдает передачу из нее И остается в ней И получает обратно передачу Или остается больше трех секунд Не выходя Это три секунды Па-па-па-па-па Ну Майка Майка Любая Любая задержка формы Должна фиксироваться Фолом Не важно Привела на каком-то преимуществе Не привела Надо это фиксировать Про там поведение техническое Я думаю, что на этом турнире Нам Не предоставится возможности Отшлифовать эти навыки Но все-таки Опять-таки Помним Вот эти критерии Мы должны их здесь применять Как мы будем работать Первую игру Судит Яша и Макс Виталик сидит На трибуне После игры Его задача Двумя-тремя словами Сказать, что было хорошо У ребят Над чем им можно работать Обратить какие-то внимания Если у вас есть в игре У вас двоих Какие-то замечания Друг к другу Делитесь ими Потому что вот Алексей сказал Не может быть такого Что один судья поплыл И все другие сидят И смотрят И думают О, как здорово Может быть я отсужу финал Может меня назначат На следующий тур Может у меня будет Лучшая зарплата Или что-то такое Мы здесь Все делаем общее дело Наша задача Мне сидеть не вот там За столом Мы все Вами все делаем Одно общее дело Мы с вами готовимся Становимся лучше Мы также будем приглашать игроков Чтобы они нам помогали Потому что вот в этом На мой взгляд Кайф 3 на 3 Что у нас есть возможность Общаться между собой С игроками С руководителями команд С представителями команд С тренерами И учиться у них Становиться лучше Потом Следующую игру Яша отдыхает Судит Виталик Яша дает комментарии Вам даем Потом Макс отдыхает Несмотря на то Что у Яши и у Виталия Гораздо больше опыт Чем у тебя Подмечаешь Что-то Говоришь ребятам Почему это важно Потому что Когда мы подмечаем Замечания других Мы понимаем Что те же самые вещи Мы делаем сами Поэтому очень важно Чтобы мы Схватывали какие-то Неточности У своих партнеров И могли их сформулировать Поэтому делимся Вот этим всем Дальше у нас Насколько я понимаю Будут видеозаписи Этих турниров Со следующего тура Мы начнем разбирать Не игры Майсторовича Против Хамова А мы начнем разбирать Те ситуации Которые случились Вот здесь И на которых Мы с вами были На площадке Наша с вами задача В этом турнире Не заработать Тысячу рублей Которую там Нам обещал Алексей Лесных После турнира А наша задача Чтобы через Пять туров Которые здесь пройдут Мы стали Лучше как судьи Это первое И дальше я всегда говорю Так Можно проводить Любые семинары Можно Самых лучших Инструкторов Приглашать Можно разбирать Ситуации досконально Но пока мы Эти знания Не перенесем на площадку Все это впустую И для вас Которые приходят сюда И теряют Там не знаю Время Которые можно было бы провести Там где-то в другом месте Более весело Более интересно И для инструкторов Которые там Пытаются что-то внушить Поэтому очень важно Чтобы то Что мы здесь делаем Переносилось на площадку И я обращаюсь Вот ну ко всем вам Если вас куда-то назначают Moscow City Quest Лига 33 Чемпионат России РФБ Единая Лига Европы Отборочные К чему-нибудь там Плейграунд Турниры Инанома Оупен Роснефть Навсегда Все что угодно Любой турнир Мы выходим И мы работаем Как судьи 3 на 3 Очень важно Наше профессиональное отношение Потому что Иначе Ну Я не вижу смысла Вот сюда приходить Всем нам И терять Наше время Чтобы что Чтобы через там Две недели Опять выйти И устроить То что было там За две недели до этого Ну Смысла в этом нет Поэтому всем удачи Влад я думаю Выдаст нам Экипировку Очень Очень надеюсь Выходим на площадку Там разберемся Кто на какой площадке работает Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому